Украинская энергосистема Рано или поздно, но это должно было случиться. Жаба Гайюкинг среди российских пропагандистов. Рупор Кремля Владимир Соловьев прямо в эфире напал на зет-блогера Юрия Подоляку за то, что тот назвал Соловьева нацистом и обвинил в работе на врага. От таких заявлений Адольфович не сдержал своих эмоций. Меня не оставляет несколько дней глубокое непонимание и я все-таки решил обратить на это внимание и ответить сам. Есть такой украинский человек, который стал российским Юрием Подолякой. Я имею ввиду, что был гражданином. Вот он цитирует вот этот фрагмент из моей передачи. Вы сказали, что я призвал уничтожить Харьков, ну дав, правда, сначала три дня на вывод всех жителей, а потом сказать, вот, будет уничтожен. Я вам скажу, после вот сегодняшнего злодеяния я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары. Потому что именно с Одессы и Николаева наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу. Наносятся удары по Белгороду. И именно Киев является тем центром, где принимаются все решения. И вот что пишет Юрий. А потом мы еще удивляемся, что нас на Западе заставляют нацистами. А Владимиру Соловьеву хочу публично ответить, что в последнее время таких заявлений с его стороны очень много. Это уже трудно списать на случайность. И да, это работа на врага. Не зря этот эпизод уже стал топом в украинском инфополе. Вольные или невольные, не так важно. Важно, что она наносит России урон не только имиджевый и политический, но и вполне реальный на поле боя. Повторяю, это работа на врага. Это транслируется на федеральных, центральных каналах. Киеве просто офигели от такого подарка. Это как раз то, что западные украинские пропагандисты хотят слышать на российских каналах. То, к чему они толкают российское руководство и общество. И то, что они тиражируют на своих инфопомойках. Юрий, во-первых, хотел бы вам задать вопрос. Вот вы говорите, что вполне реальный на поле боя. А вы хоть раз там были? Юрий, простите меня такой очень простой вопрос. Вы хоть раз были за лентой? В любой непонятной ситуации всех отправляй на фронт. Это обычная тактика Черноротова-Соловьева. Ибо как только хоть маленькая критика в его сторону, все. Сразу езжай на фронт и сделай для победы столько, сколько сделал я. Так часто у него бывает. Правда, сам почему-то свой микрофон на оружие он и не меняет. Второй момент. Нас на Западе выставляют нацистами. Юрий, вы в Бога верите? Вот вы, Юрий Подоляка, ставший вдруг российским гражданином, который пишет. Человек, прошлый которого мне неведомо. В интернете об этом нет. Который встречается с президентом Российской Федерации. Кстати, находясь среди военных корреспондентов, которым вы, Юрий, не являетесь. Вы являетесь военблогером, там, кем угодно еще. Но вы не военкор. И я не военкор. Военкор – это отдельная каста. Очень профессиональных, очень правильных людей. Вы, наверное, инфлуенсер, там, что угодно еще. Если вы подумали, что, наконец-то, кто-то решил заткнуть пасть Соловьеву, чтобы он не призывал к убийствам и уничтожению украинцев, то вы ошибаетесь. Потому что этот Юрий Подоляка ничем не отличается от Соловьева. Единственное, что он, к сожалению, украинского происхождения родился в Сумах. В 2014 году уехал в Россию. Оттуда и начал активно распространять пропаганду, отрицать российскую агрессию и призывать к нарушению территориальной целостности Украины. А еще он назвал себя главным спикером войны и заявил, что государство Украина не будет существовать уже в ближайшие годы. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба и не спроверг города сии и всю окрестность сию и всех жителей городов сиих». Юр, Господь нацист? Он взял и уничтожил эти города. При этом он не дал возможности всем жителям, а выделил только праведников и их вывел. Он вывел Лотта и его дочерей, и его жену, а города спалил. «То, что мы имеем дело сейчас с Украиной, для вас, Юра, Украина – это любимая родина, это места, Харьков, все что угодно. А для меня – это земля, которая предала православие, память о Великой войне, подвиг своих отцов и дедов. Те люди, которые наши, как вы говорите, праведники, давно покинули эту землю, сейчас живут в России. Вы против Бога, Юрий? И скажите мне, пожалуйста, а кто вы такой, чтобы решать, работа на врага, нет? А вы еще на меня бумагу напишите в ФСБ. Юра, кто вы такой меня судите? Судить тебя будет Соловьев точно в Гааге, так же, как и всю твою сумасшедшую компашку. Ибо чем ближе к вам подкрадывается конец, тем громче вы призываете уничтожать Украину. Вот, например, еще одна предательница, уроженка Одессы Витязева, криком кричит о несуществовании нашего государства. Потому что украинцы все никак не хотят сдаваться. Да, повторяюсь еще раз, никакой эмпатии к Украине я не испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, каким будет устройство Украины после нашей победы, я хочу сказать, никаким. Вот Украина как государство в нынешнем ее виде должна перестать существовать целиком и полностью. Да, что-то мы себе возьмем, не знаю что. Ну, в любом случае больше, чем сейчас. Возьмем в губернии, а дальше решать. А дальше решать, что делать. Серая зона, буферная зона. Не важно. Но никакой государственности там быть не должно. Не знаю, что вы возьмете, зато я знаю. Догадайтесь сами. Российская государственная пропаганда уже ничем не отличается от пропаганды нацистов из Третьего рейха. На зомбоящике уже давно не скрывают прямой грубой ненависти к украинцам. Как-то в одном из эфиров российский пропагандист сказал, что разрушительные удары по Харькову они наносят, потому что это, цитирую, красиво. Это все-таки, как бы там ни было, но это символ. Во-первых, это красиво. И что очень важно, это демонстрация еще и возможностей российского вооружения. Никакой рациональной цели у оккупантов нет. Им просто нравится убивать украинцев. Русские – это маньяки, получающие удовольствие от страданий тех, кого еще вчера они называли братским народом. И когда мы защищаемся, боремся за наше существование, и им прилетает в ответ, то это уже почему-то не так красиво. Сегодня в информационной хронике, к сожалению, снова попал Белгород. Белгород, на самом деле, из этих хроник никуда и не уходил, и не уходит, и приграничные районы обстреливают каждый божий день, и люди терпят, и люди страдают, и люди уезжают, и не нужно здесь себя обманывать, не нужно, в общем, делать вид и притворяться, что все нормально, что это война, и так и должно быть. Нет, так не должно быть. Я в данном случае воспроизвожу близко к тексту то, о чем говорил президент России, то, что пока вот не удалось выполнить поставленную верховным задачу. Ну, я надеюсь, я надеюсь, что эта задача все равно будет в ближайшее время решена, санитарная зона будет создана, я очень надеюсь, что санитарная зона будет такой ширины и такого оттенка серого, что, ну, во-первых, и Белгородская, и Курская, и Брянская область перестанут страдать от ударов украинской армии. Мардан, а ты не хочешь спросить у жителей Белгорода и области, страдали ли они от обстрелов до 24 февраля 22 года? Так может здесь совсем в другом дело и нужно решать задачу не верховному, а именно сверховным? Хотя о чем я говорю? Вот посмотрите, как те же страдающие от обстрелов жители Белгородщины решают свою проблему. Уважаемый Владимир Владимирович и Андрей Ремович, мы, жители Грайворонского городского округа Белгородской области, хотим привлечь ваше внимание к самой животрепещей на данный момент проблемы массированных обстрелов Грайворонского округа со стороны вооруженных сил Украины. Мы считаем, что тем самым нарушаются наши незыблемые права, основанные на действующей Конституции Российской Федерации. То есть они призывают Путина и Белоусова не прекратить войну, а чтобы те, наконец, начали соблюдать их права на жизнь и безопасность. А прекратить нарушать права украинцев на жизнь и безопасность белгородцы попросить Путина не догадались. Ну а зачем, если лучше одеть футболку с з-свастикой и обратиться к Путину с просьбой еще больше уничтожать украинцев? Это вам напоминание, с кем мы имеем дело. Я вот человек не кровожадный, я человек на самом деле просто справедливый. Очень хочется верить, вот очень хочется надеяться, что украинская энергосистема будет добита. Вот мое заветное желание, честно, вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества, кроме того, которое работает от бензиновых, дизельных электрогенераторов. Для этого осталось всего ничего на самом деле. Для этого нужно уничтожить открытые распределительные электросистемы двух атомных АЭС, Южной и Хмельницкой, после чего они перестанут выдавать электрический ток, после чего на Украине электричества просто не будет. Я понимаю, что здесь начнется хайп, отключится МАГАТЭ, бла-бла-бла, да плевать на эту МАГАТЭ. Друзья, а давайте мы распространим это видео, чтобы его действительно увидели в МАГАТЭ. Может, после слов Мордана эта организация наконец-то поймет, что не стоит дружить с Россией. Может, наконец-то начнет замечать преступления оккупантов, а не делать вид, что ничего не происходит. Этому больному на всю голову путинисту я пожелаю быть осторожным со своими желаниями. Хочешь без света? Будет. Карму никто не отменял. Вот. Электричества нет, трамваи встали. Люди идут пешком. И это, как вы поняли, комментарий не из украинского города, потому что к блэкаутам мы уже привыкли, а вот россияне – нет. Но Белград уже на низком старте до того, чтобы почувствовать все прелести отключения света. Кратко хотел предложить по ситуации, складывающейся в связи с неплановым отключением электроэнергии в Белгородской области. В целом, с ситуацией справляемся. Хотел поблагодарить энергетиков, которые выполняют свою задачу. Справлять с ней очень хорошо. И сейчас идет плановый запуск и подача электроэнергии в первую очередь в жилые кварталы наших городов и сел. До 21 часа полностью эта проблема должна быть решена в нашем регионе. Второе, если у вас мы смотрим внимательно за активностью в социальных сетях, мы видим, поступают вопросы, что у кого-то нет возможности приготовить, например, своим детям. Из-за перебоев со светом граждане страны-террориста устроили истерику в сети и начали искать виновных, а еще заявили, что пропагандисты скрывают истинные причины аварии. Потому что, например, Министерство обороны России отчиталось о том, что во время ночной атаки все дроны Камикадзе, которые якобы летели со стороны Украины, были сбиты. Но почему-то результатом этого высокопрофессионального сбития стало отключение света в Белгородской области. ВСУшникам удалось оставить на полдня без света. Да, несколько крупных районов Белгородской области, практически весь Белгород был сегодня обесточен, там даже светофоры не работали. Попали они и попали, видимо, беспилотниками по электроподстанциям. Судя по тем немногочисленным сообщениям, которые были опубликованы, некоторые объекты были заминированы, то есть, видимо, работают диверсионные группы. То есть, понятно, что это пиар-акция, понятно, что никакого системного ущерба энергосистеме региона нанести таким образом нельзя. Но мы со временем посмотрим, что можно, а что нельзя. Ибо раньше не разрешали бить западным оружием по территории России, а теперь можно. А гражданские жители и объекты страдают только потому, что ими прикрываются. И губернатор БНР Гладков сам в этом признался. Ну, конечно, вопрос безопасности для нас является приоритетным. Установили на 19 автомобилях скорой помощи, которые работают при границе РЭП, оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу. Работают сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать с другими видами транспорта. Всем доброго дня, здоровья и добра. То есть, он прямо заявил, что оккупанты используют кареты скорой помощи для военных нужд, устанавливают на них системы РЭП, превращая эти машины в законные военные цели. От такого заявления приофигели даже некоторые затканалы, ибо они написали, цитирую, «Враг, имея такую информацию из первых рук, получает полное право бить по всем скорым в пограничных городах. И только попробуйте потом сказать, что украинцы бьют по-гражданским». Ну, а теперь вишенка на торте. Власти Белгородщины решили подарить каждому поогнетушителю. Бабе Шури тоже достался огнетушитель, чтобы она самостоятельно тушила пожар после ракетных и дроновых прилетов. «Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители. Бабе Шури 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома». И пусть потом не ноют, что власть не заботится о их безопасности. «О каком безопасности труде может идти речь, когда физически ежедневно мы находимся под обстрелами? О каком здоровье физическом и моральном мы говорим? Периодические моменты массированных атак в городской округ не могут доставить продовольствие и лекарства. Как трудиться в таких условиях? Как законом может устанавливаться выплата в 10 тысяч рублей единоразово, при том, что массированные ежедневные обстрелы длятся уже более года? Как выплата может производиться только один раз? Как выплата может быть меньше прожиточного минимума? Вот это проблемы у людей недостаточно выплат. Хотя Путин говорил, что всем всего хватит, у них же лучшая экономика в мире. Но по самбоящику никаких проблем в России нет. Проблемы, как всегда, только на Западе. В 2023 году по данным Евростат почти 100 миллионов человек в Евросоюзе, то есть 21% населения находились на грани бедности. Они на грани бедности, а у нас рост экономики. Более того, прямо сейчас европейцы уже ждут холодной зимы, рубят дрова и заменяют обычные батареи на экономные тепловые насосы. Вот как у вас поворачивается язык говорить или мечтать о замерзающей Европе, когда в самой России, где нет войны, граждане сидят без света, тепла и воды. При том, что морозы там точно не европейские. Это проект Подари дрова, проект, в котором мы с вами помогаем тем, кому не хватает тепла. И сегодня делиться теплом будем с жителями вот этого дома в поселке Березовский. Так что не поддавайтесь враждебной пропаганде, соблюдайте информационную гигиену и доверяйте только проверенным источникам информации. С вами была Анастасия Норицына. Увидимся. Продолжение следует...